Добрый день, уважаемые видеозрители канала Планета Дзюдо. С вами Роман Карасев. И сегодня мы берем интервью замечательного человека, старшего тренера Академии Самбо Элицы Пурского, мастера спорта международного класса Рустема Шамильевича Аликова. Добрый день. Мы сегодня беседуем о мероприятии, которое буквально недавно прошло в городе Таганроге Ростовской области. Это большой просветительский проект. Большой семинар, который проводит Академия Самбо Элицы Пурского. И, Рустем Шамильевич, пожалуйста, расскажите об этом мероприятии и поподробнее, и вообще, что это такое. В рамках просветительского проекта Планета Дзюдо и Академии Самбо имени Лео Лазаревича Цыпурского мы уже в третий раз посещаем славный город Таганрог, где проводим семинар для всех любителей борьбы с Амбо. Хозяином этой площадки является Александр Ильич Ледвиницкий. Это в свое время спортсмен, уроженец этого города, сейчас меценат, который для ребят, для тренеров, для спортивного сообщества, любящих самбо и дзюдо, создал уникальные условия, где ребята тренируются, получают все необходимое для того, чтобы стать чемпионами, для того, чтобы воспитываться в лучших традициях спорта, здорового образа жизни. Рустем, можно я перебью? Как я понял, это не первый раз, это уже третий семинар. Скажи, пожалуйста, вообще какая-то программа определенная, потому что это третий семинар или просто настолько уже сдружились с клубом Дзюдо Тайм города Таганрога, настолько так хорошо принимают вас и вообще господин Ледвиницкий такой вот любитель этого вида спорта? Ну, нас, безусловно, очень хорошо принимают, всегда зовут, всегда нам рады, но мы, как ответственные люди, предлагаем перед тем, как приехать, программу семинара, согласовываем ее с организаторами. В большинстве случаев, конечно, она находит поддержку, и мы в рамках этой программы проводим семинар. Поэтому в меру своего понимания тех знаний, которые должны обладать молодые спортсмены, мы как бы показываем это на деле, сопровождаем жизненными историями и, безусловно, акцент на технику борьбы, на морально-голевые качества, ну и на принципы, в общем-то, жизнедеятельности спортсмена. Как, на Ваш взгляд, Устан, относятся к этим мероприятиям сами участники? Молодые, юные самбисты, их тренера, их наставники? Ну, можно по косвенным признакам судить, что очень много участников, уже третий раз на каждом семинаре. Косвенным признаком является то, что после завершения семинара сложно уйти, потому что все просят сфотографироваться, и минут 15-20 уходят на то, чтобы и групповые фотографии сделать, и индивидуальные с каждым, и какой-то показать прием. Даже в этот раз сам Александр Ильич показал тот прием, который он делал в молодости, боляясь под судой и по сану. Участники мероприятия, это непосредственно жители города Таганрога, или также близлежащих городов, населенных пунктов? Да, вот и прошлый раз были ребята даже из Украины, вот, и из Ростова, и в этот раз из близлежащих, вот сам Бек, населенный пункт, были тренера и группы ребят. Скажи, вот ты как ведущий этого семинара, семинара, какую цель ты преследуешь в проведении этого семинара? Какая вот такая глобальная идея? Ну, глобальная идея, она, как я уже сказал, это просветительский проект, и сам принцип взросления человека, находясь в спортивном сообществе, мне представляется очень важным, который воспитывает в человеке хорошее качество характера, да, и для мужчины особенно все, что связано с трудолюбием, преодолением себя, с какими-то ограничениями, с достижением цели, вот все это человеку будет необходимо в жизни, а будучи маленьким мальчиком, маленькой девочкой, воспитываясь в таком, значит, в светлом сообществе людей, которые преследуют такие же цели, человек как бы растет и, в общем-то, получает все, что ему необходимо. Мы затронули вопрос, что это мероприятие проходило под эгидой Академии самбо Илья Цыпурского. Ну, Илья Цыпурский, это известная личность в области в мире самбо, такой вот фундамент, можно сказать, сегодняшнего, да, самбо, один из корифеев самбийского мира. Скажи, пожалуйста, как вот процесс этот, соединяясь, как вообще живет сегодня Академия самбо и как ты думаешь, вообще перспектива дальнейшего вот такого просветительского проекта? Ну, Илья Лазаревич, это действительно и человек, который в спорте многого достиг и является профессором. И когда детям упоминаешь об этом человеке, то всегда подчеркиваю, что не только в спорте, но и в науке человек достиг многого. И как пример, ставя его, ставя его жизненный опыт, в общем-то детям в пример, мы достигаем одной из целей, да, просветительства, что человек, развиваясь в общем-то в спортивном сообществе, формирует все качества характера, необходимые для жизни, и относиться к спорту тоже должен, как к науке. Потом далее он становится в жизни не обязательно спортсменом, а все качества характера, наработанные в спорте, помогают и в жизни, и в частности в науке. Поэтому перспективы такого проекта я оцениваю очень положительно, и детьми воспринимаются очень хорошо. Каждый из нас, конечно, приносит что-то личное в это, свой какой-то, свой жизненный опыт, но в общем сама идея и привлекла меня, и я на это как бы трачу свое время и делаю это с удовольствием. Считаю, что это тоже как бы одна из моих заслуг, что я участвую в этом и как бы несу в этот мир что-то очень светлое. Спасибо большое, Рустем. Спасибо. Очень приятно было услышать такую интересную, полезную информацию. Но в заключении я хочу всем сказать, что присоединяйтесь к занятиям самбо. Самбо – это самозащита без оружия, самозащита – это не всегда кому-то дать в лицо, но также и подумать головой, как мне кажется, начинается здесь, в голове самозащита. Занимайтесь самбо, смотрите видеоканал «Планета джидо». С вами был Роман Карасьев и мастер спорта международного класса по самбо Рустем Аликов. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова